МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадо-компании Гомель, у студии Натальи Гнатенко. Доброй ранецы. У Гомельским областным громадскокультурным центром пройшла традиционная Жневинская областная нарада педагогичных працевников установ аддукации. Он на раде принял дел старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник. Об чим ишла размова, ведая Явген Пабалавец. Агуль на кольках школьников в сравнении с минулым годом повеличился на полторы тысячи. С этой нагоды только в Гомеле открыто додатково 60 классов. Между тем в Беларуси протягивается оптимизация установ системы аддукации. Все это по разных причинах в Украине закроется 65 школ, у тем лику в нашем регионе 7. Это потребование часу. Все не утримливать у одной школы штат наставников ровно колькости в ушне, недозвольная раскоша. Задача державы – задоспешить детей якосным навучанием, а наставников – годной працы. Это естественный процесс, но мы всегда говорим и призываем региональной власти, сами понимаем, что интересы людей здесь должны быть прежде всего. То есть, если хотя бы есть хоть один элемент, за которым можно зацепиться, это касается содержания образования. Или все-таки, если вроде бы экономические показатели подходят, но категорически против педагогических коллективов родителей, мы не идем на такую оптимизацию. У вынеку оптимизации в незаденешенных будинках можно организовывать в творчестве. Например, швейную майстерню, как у Парысской средней школы Светлогорского района. Дети навучаются швейной праце, а у школы – додатковый заробок. Вогле за першую погоду 2016-го на пазбюджетные рахунки школ поступило больше за 68 миллиардов рублей. Так само в Гомельской области распроцовывается долготерминовый программный документ «Сучасный наставник». У им будут вызначены критерии и механизмы эффективного решения задач адукации. Современная техника, которая применяется сегодня в образовательном процессе, должна быть в руках учителя инструментом и оказанием помощи в получении качественных знаний учеников. Это и интересные коммуникационные подходы к ученику, для того, чтобы раскрыть его талант, интеллект и дать возможность получить качественные знания. Еще одна задача – захование жития и здоровья школьников. Всего лета гибель неполнолетних от внешних причин снижено на 38% у относенных до минулых и года. Наша задача продолжить все усилия и смести эту печальную статистику к нулю. В качестве следующего шага предлагаю создать модульные центры на базе одного-других детских садов для малышей, на базе отдельных школ для школьников. Подчас практичных занятков в таких центрах плануется моделевать разные ситуации, такие как пожар, тонкий лед на водоемах и пропоновать детям в угольнявой форме правильные варианты поводинов. Плануется, что в делу занятков разом с детьми будут примать и батьки. По выниках Жневинской областной нарады педагогичных працовников установа докации, старшиня Гомельского облаканкама урушил узнагороды лепшим працовникам Галины. Евген Паблавец, Валерий Гапанькон, Телера до компании «Гомель». У Бранску подчас пятого Славянского экономичного форума подписано погоднение в супрационнистве помеж Гомельским облаканкамам и у Радам Бранской области. Баки домовились об партнерстве у гандлевой экономичной, новоко-техничной, гуманитарной и культурной сферах. Свои подписы под документом поставили старшиня Гомельского облаканка Молодимир Дворник и губернатор Бранской области Александр Багамас. Бранщина – традиционный и важный экономичный партнер для нашего региона. Только за пошние погода взаимный товарооборот склау 74,5 млн долларов США. В совязи установлены так само в социальной и культурной сферах. Як означаю, подчас официйных мероприемств у Бранску старшиня Гомельского облаканкаму Владимир Дворник при усех башных выниках есть перспективы для дальнейшего развития супрациониста. На прикладу, у таких галинах, як навука, сельская господарка и будовництва. У приватности старшиня облаканкама подкреслил, цитата, «Перекананы, что наше супрационистство будет и далее не ухильно развиваться у интересах Жихароубранской и Гомельской областей. У нас одна задача – зарабить наше громадство квитнейшим, а будучи не счастливой». Конец цитаты. На выборчих участках почалося постоянное дяжурство членов комиссии. Яны допамогуть громадянам ознайомиться со списами выборщиков и при необходности дадуть квалификованную консультацию. Опошняя подробязность выборчей кампании у Гомельской области у материаля Олега Сенсюрова. На Гомельщине завершено удокладнение списов выборщиков. Таким чином, удел у выборчей кампании смогут принять крыху больше 1 миллион 100 тысяч человек. 67 кандидатов, им необходимо выбрать 17 депутатов Палаты представленников Национального схода Республики Беларусь. Для претендентов на депутатские мандаты сейчас, наверное, самый напряженный период агитационной кампании, причем подчас этих парламентских выборов перевага отдается особистым встречам с насильницем по месту работы Жихарства. Что отыщется уличных пикетов, то их не вельми шмат. За того ж, и активность претендентов так само не однольковая. 16 из их навык не зарегистровали инициативные группы, что снижая шансы на перемогу. А прочатаго, больше 40% кандидатов вырошили не створать властные выборчие фонды, за яких можно финансовать такие расходы, як, например, аренда помешканью, ци заказ додатковых артыклов у сродках массовой информации. А ось, что отыщется членов выборчих комиссий, то зыми провели специальные тренинги, на яких не только выучали законодавство, а ли и угольнявой форме разледили все ситуации, якие могут возникнуть подчас выборчей кампании. Практически мы моделируем все ситуации. Это очень эффективно, я подчеркиваю, и нынешняя практика подтвердила, что это очень интересно для людей, ведь у нас в комиссиях работает много людей, которые уже участвовали в проведении выборов, но есть люди, которые новые, а может быть, тем, которым незнакомы эти моменты. Вот это все у них вселяет уверенность в их действиях, в грамотности, правильности принимаемых решений. С 26-го жнивня члены комиссии почали дежурство на участках. В будние дни с 17 до 19 годин, в субботу с 12 до 14, в этот час можно ознайомиться со списами выборчиков, а так само с информацией об кандидатах. Для детерминового голосования на большинстве участков отведены особные покои, где уже зараз все практически готово для проведения выборов, включающие специальные трафареты для людей с ослабленным взроком. Тым, кто мая потреба у допомоги, обицаюць у вуглю уделить повышенную увагу. Як чекается, непосредственно подчас голосования на участках будуть працовать волонтеры, задача яких допомогти со старелым людям и инвалидам. На 16-м участку Гомельской центральной выборчай округи отдать свой голос змогуть 1817 человек, самому старейшему, за яких 94 годы. При наявности ответных заяв 11 вересня члены комиссии приедут до выборчика до дому. Когда мы ходили по домам проверять списки избирателей, вы знаете, что многие наши гомельчане настроены приходить на выборы, действительно. И у нас есть очень такая замечательная семья из 28-го года рождения, муж и жена, которые действительно приходят каждый год самостоятельно на избирательный наш участок и активно принимают участие в голосовании. Потому что я считаю, что это долг каждого гражданина Республики Беларусь прийти и проголосовать за своего кандидата. Юбилейную дату отзначили у Гомельским областным клиничным шпиталей инвалидов Великой Айчинной войны. За 75 годов своего основания эта установа заслужила статус с одной из лепших на территории Беларуси. На врачистом мероприемстве у шпиталей побывал наш корреспондент Дмитрий Котау. Ветераны и удельники Великой Айчинной войны, вязни фашистских концлагеров, воины и интернационалисты. Это далеко не полный спис усих, кто калистое поправлял у шпиталей свое здоровье. История этой установы берет свой адлик с 1941 года, когда сюда привозили пораненых бойцов с фронта. С того часу было шмат перебудов и реконструкций. Зараз тут выкористовываются сушастные методы ки-диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Усё гэта зарабила областный шпиталь шмат профильной медицинской установой, якая сёння по праву лечится одной из лепших на территории Беларуси. Приобретаем новое оборудование, узиаппаратное, эндоскопическое оборудование. Делаем такие достойные ремонты, которые позволяют пациентам приезжать лечиться не только в Беларуси, но и за границей. Дарыш и география пациентов за мяжей достатково широкая. Сюда неодноразово приезжали громадяни России, Украины, Казахстана, Польши, Италии, Китая, Инды, Пакистана. Увогули за год тут проходят лечения каля 12 тысяч человек. Зараз у шпиталей наличивается 10 отделений. Одно из их сосудистой хирургии перед инсультных станов было открыто недавно. Его заявление посприяло тому, что упершению у одной медицинской установки стали оказывать одразу три вида допомоги – хирургия, терапия и реабилитация. Мы стали принимать под скорой помощи пациентов по экстренной неврологии уже 4 дня в неделю. То есть это всё говорит о том, что мы не стоим на месте, мы развиваемся и перспектива развития у нас довольно хорошая. Клопот об хорых людях, доброизышливостью, в отношениях и высокий профессионализм медицинских кадров давно стали визитной карткой шпиталю. На урожистом мероприемстве с нагодой 75-го дня керавництва в области и города, выказывая подяку людям, которые каждый день даруют нам самое каштовное у жизни здоровье, демонстрируют клопот и доброизышливость у относинах до кожного хворога. Я не понаслышке знаю от простых людей, которым пришлось в своей жизни находиться в этом лечебном учреждении, результаты, именно результаты реабилитации, особенно после инсультов. Хочу прежде всего от имени Гомельского городского исполнительного комитета и городского совета депутатов горячо-сердечно поздравить всех работников и ветеранов госпиталя Отечественной войны. Ну, что хочу пожелать, конечно, всем крепкого здоровья, благополучия, добра и успеха во всех начинаниях. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадуя компания Гомель. У Гомельском отделении Белорусской хандлево-промысловой палаты обрали делегатов на 10-й съезд республиканской организации. 20-го кастричника иный разом с іншими делегатами проанализуют деянность структуры за опошние 3 годы и вызначать на керунки дальнейшего развития. Зараз Белорусская хандлево-промысловая палата займается широким спектром пытаннел от сертификации продукции до оказания допомоги субъектам господаранья у вядзенней знешнеэкономичной деянности. Причым опошни на керунок майна увазе, организацию визитов, допомогу во взаимоденне бизнес-ассоциации и непосредно межпалатное супрацовництво. Только и в наступном годе плануется провести ясче 16 выстав кермашоу у городах Гомельской в области, а таксама 9 республиканских и международных универсальных выстав непосредно у Гомелі. Бойнейшая з яких весна у Гомелі, якая пройдя у маї и запланованная на другую палубу кастрычника – бизнес у регионах. Свою делу в этом форуме подтвердзели представники России, Италии, Украины, Польши, Бельгии, Казахстана и некоторых інших краин, а таксама керівники Орхану Улади і міжнародних бізнес-об'єднаньів. До речі по выніках знішній економічній дійності Гомельське отделення Хандліво-промыслової палати сьогодні з'являється лідером у Білорусі. За три года, прошедшие с момента того съезда, у нас добавилось 15 государств-партнёров, і ми підписали с ними 25 соглашень. Це дуже багато кількість, і ми зараз в направлі якраз міжнародного сітруднічства, ми преследуємо цель розвития отношений не тільки палати. Ми стараємся, щоб це були і бізнес-ассоціації, які можуть представлять інтерес для отраслі, конкретно спеціалізіровані. Це і агентства, агентства інвестиційного, економічного, регіонального розвиті. У Гомельській в області протягується доброчинна акція зберем портфель першокласніку. Яна заклікана допомагчі падріхтавацца до школы децім, які маюць ў гэтым патрэбу. У Гомельськім лядовым палатце будучих першокласніка з надходячим святом ведаў, павіншаваў намеснік старшыні хомельськага Абылвы Конкаму Ладзімір Прывалав. Ён падарыў портфелі з паўным набором школьных прылат 15 хлопчыкам і дзяўчынкам. Сёля тайны стануть вучнями 36-й гімназії. Знайшлось ў ранцах місце таксама для спортывного інвентару, падарочных сертифікатов і билетів на республіканскі спаборніцтвы. Гэтай падарункі будучым школьникам падаріфтавалі работнікі спортывны галіны регіона. Эта мераприятие не единствено, но проходит действительно по всей области. Эта акція «Собери портфель первокласніку». Она сегодня проходит в рамках тех задач и инициатив, которые поступили от главы государства. Все категории семей, многодетные, дети, которые воспитываются одним родителям, и те дети, которые испытывают сегодня недостаток, мы постарались их сегодня в первую очередь включить в эти списки и вот этот праздник сделать для них. Гэтай, а так сама інша, новіны вы можете знайсці на нашым сайті у интернете по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершен. У студии працывала Наталья Ігнатенко. Мы сочым зразвіцем падзею гомілів в області. Заставайтеся з нами. Заставайтеся з нами.